В этом году теплая погода пришла в республику с опозданием. Этот фактор повлиял на многое, в том числе на дальнейшее поведение температурного столбика. Минувший месяц заполнился жителям республики стабильно высокими показателями от 28 до 30 градусов по Цельсию. Последние недели лета в Татарстане также обещают быть жаркой. Столбики термометров превысят отметку в 30 градусов. А вот нынешнее потепление официально привязывается к человеческой деятельности. Считается, что из-за антропогенной активности, из-за человека, из-за его хозяйственной, прочей работы, которую он ведет в сельском хозяйстве, и леса вырубает. Благодаря этому идет в настоящее время потепление климата. С какой скоростью? Примерно один градус за последнее столетие. Это много. У нас выжжена абсолютно трава повсеместно. Далее некоторые деревья даже засыхают. Листва осыпаются на некоторые деревья и так далее. То есть это, в общем-то, неприятная погода, потому что в августе должно выпасть по климатическим многолетним наблюдениям 60 миллиметров осадков. А их нет. Настолько экстремальной жаркой погоды. Грядущий сентябрь, по прогнозам, будет сухим и теплым. Температура воздуха составит от 15 до 20 градусов по Цельсию. Эксперты подчеркивают, что аномальные климатические явления за последние полгода происходят повсеместно, вызывая природные катаклизмы. К примеру, на данный момент Европа настигла одна из мощнейших засых за последние 500 лет. Последствия такого явления могут вызвать новые, более глобальные. Это явление экстремальной жары, оно характерно не только для нашей страны, она характерна для Западной Европы. Там еще более высокие температуры, до 45 градусов, и там действительно урожай не предвидится, и пожары и так далее. Это то же самое происходит и в Китае, и в Индии, что еще страшнее, потому что там огромное население, и опять-таки все это скажется, что продовольственный кризис вызовет. Предположения ученых относительно грядущей зимы также неоднозначны. Такие прогнозы близки к истине лишь на 60%. Сказать точно можно лишь одно. Помимо человеческого фактора важны и природные. Климат на планете цикличен, поэтому аномальную жару обязательно компенсирует более прохладная погода. Маргарита Михайлова, Универньюз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова